Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко Уважаемые друзья, мы собрались сюда не для того, чтобы в напряжении послушать друг друга, но для того, чтобы принять кардинальное решение, которое позволит нашей организации работать эффективно, как вы всегда говорите, во благо наших людей. Сегодняшняя наша встреча на общем собрании Союза актуальна как никогда. Я анонсировал в конце прошлого года, что мы встретимся в таком широком формате, чтобы разрубить гордий узел застарелых проблем. Все вы знаете, у меня к вашей организации отношение особое. Так сложилось исторически, что на территории Беларуси село и потребка операции, помогая друг другу, развивались вместе почти 107 лет. И сегодня вашими услугами охвачен каждый третий житель страны. В основном сельский житель. Я не зря повторяю, если потеряем деревню, потеряем страну. Наши люди, которых мы обслуживаем на селе, достойны лучшим. Трудовые традиции у вас богатейшие. И опыт уникальнейший. И слоган идеологически верный. Работать во благо человека. В фарватере наступающего года качества мы просто не имеем морального права делать что-либо спустя рукава. Надо ставить конкретные цели и достигать их. Чтобы каждый человек почувствовал, да, качественно и уровень жизни в результате возрос. Примерно в таком же широком составе мы встречались с вами в 21-м. Разбирали ошибки, знакомились с опытом передовиков. С помощью ученых намечали реальную бизнес-модель, по каждому из направлений вашей работы. Прошло почти два с половиной года. И что? К сожалению, претензий к вашему союзу стало даже больше. Убыточная деятельность. Вопросы со стороны контролирующих органов. Жалобы населения. Поэтому не обессудьте, но разговор сегодня будет жесткий. Хочу оправдаться перед вами. И объясниться. Вы, наверное, внимательно подавляющим большинством наблюдаете за президентом. И видите, что я жестче, жестче ставлю задачи перед соответствующими министерствами, ведомствами. И требуем скадров. Это не случайно. Я очень боюсь, что вы можете и другие расслабиться. К чему приводит расслабление, вы уже знаете. Даже больше, чем было раньше. Вы видите, что происходит вокруг. Но, извините меня, вы еще не все знаете. Скажу вам основное, не конкретизируя. Скоро мы вам доложим по всем этим вопросам. Сегодня все желают на Западе и в авангарде наши белорусские беглые в отношении Беларуси, что касается поражения России в войне с Украиной. И дальше цитата переговоров наших беглых с отдельными на Западе. Польша, цитата, имеет право на западные земли Беларусь. А в случае поражения России, продолжаю цитат, Беларусь будет прирастать за счет западных земель России. И, читай, нам, прирежут что-то из Смоленской и Брянской, может быть, Псковской областей, а западную Беларусь мы должны до Минска, как вы знаете, граница была, отдать Польше. Это новые демократичные улады ведут с первого на Западе на этот рахунок. Кто из вас может с этим согласиться? Может быть, кто-то и может, но я ни в коем случае. Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более, мы же никому проблем не доставляем. Мы же никому ничего не должны. Мы не претендуем ни на Вильно, ни на Белосточину, ни на российские, ни на украинские земли. Нам достаточно того, что исторически нам досталось. Это наши белорусские земли. Я не говорю о той сложности, которая у нас существует в Украине. Еще один, извините, факт для вас из сегодняшнего, то, что мне доложили утром. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу. Перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего, на территории России и Беларуси. Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы даже не заметили. И хорошо, это не ваше дело. Вы должны спокойно работать, делать свою работу. Только что чекистская военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты, а среди них Беларусь. И это практически два-три раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем. И нам, и мне, как президенту, и власти, прежде всего, очень важно поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Но мы руководители, от нас все зависит. Будем мы едины и монолитны, будет и народ един и монолитен. Тем более, подавляющее большинство белорусов, подавляющее, поняли, что могло быть и чего нельзя допустить. Поэтому я все время напрыгаю органы власти. Не расслабляйтесь, потеряем страну. И если кто-то думает, что там будет лучше, когда нас разделят и по частям куда-то примут, заблуждайтесь. Если бы было так хорошо в 20-30-х годах, мы бы не боролись за свою независимость. Поэтому давайте сделаем все для того, чтобы на этой земле был мир. А он будет только тогда, как я говорю, дайте мне экономику. Когда вы дадите экономику? А вы – громаднейшая часть нашей экономики. 30% населения вы призваны обслуживать. Делайте выводы. Отсюда жесткий подход ко многим вопросам. От образования здравоохранения до торговли. Предложения по организации торговли на селе мне поступают разные. От передачи нерентабельных магазинов частникам, торговым сетям, до наведения железной дисциплины в системе Белкопсоюза, чтобы она существовала и работала. Если встряхнуть систему, навести порядок с затратами, изменить подходы к организации торговли, усовершенствовать механизм управления, у нас все получится. Потерять такую уникальную структуру, как Белкопсоюз, мы не должны. Просто не имеем права. Мы должны заставить ее работать. И не надо в очередной раз рассказывать про сложные условия. В них, в этих условиях все работают. Я вам только что привел два примера. Вы что думаете, тем ребятам лежать 10 дней на границе, валяться в таких условиях нашим детям легко? Нелегко. Всем тяжело. Но в отличие от частников, вам оказывается серьезная поддержка из бюджета. А потому государство вправе рассчитывать на соответствующую отдачу. И здесь я хотел бы адресовать критические замечания не только руководителям разных уровней Белкопсоюза. Два года назад мы договорились о плотном взаимодействии с органами власти. Вот сейчас я скажу главное. Но полноценной поддержки как не было, так и нет. Председатели обл. исполкомов, Минского горисполкома, райисполкомов по-прежнему не видят развития Белкопсоюза среди своих первостепенных задач. Равнодушно смотрят на проблемы нашей потребкооперации. Ни одно из пяти заявленных показателей не выполнено. Опять же, я помню те советские времена, когда председатель райисполкома метался. Да какого райисполкома? Первый секретарь райкома партии метался от своего офиса конторы до потребсоюза, чтобы обеспечить население. А у нас губернаторы, считая своей задачей, посеял, убрал, отчитался. Урожайность, пало вот столько скота, все нормально. Про председателя райисполкома я и не говорю, их вообще не видно. Займитесь этим вопросом. И если для этого надо создать жесткую вертикаль в Белкопсоюзе власти и какие-то принять решения, чтобы вы могли вмешиваться в любое время своими полномочиями на своей территории, областей и районов в работу нашей организации, вынесите предложение. Они будут приняты немедленно. Самые жесткие решения и вам полномочия будут предоставлены для того, чтобы мы обслужили наших людей. Послушайте, с деревни страна пошла. Наша страна, мы все своими корнями куда-то уходим, в деревню. Да и большинство здесь сидящих вас, это деревенские люди. Но почему мы так относимся к своим родителям? Мы же завтра будем такими же. И к нам так будут относиться. В 21-м году я говорил вам, что местная власть должна быть не просто в курсе существующих проблем в отрасли, а бежать впереди паровоза и оказывать всестороннее содействие позитивным начинаниям и идеям. Руководить, направлять. При необходимости что делать? Заставлять. Да, как бы непопулярно это ни звучало, нужен результат. И его надо достичь любыми средствами. Любыми, подчеркиваю. Если кто-то видит себя вне нашего союза, Господь с вами. Проблем нет. Вы должны определиться и не мешать работать тем, кто хочет работать. И не надо отговорок, что потребка операции самостоятельный, какой-то хозяйствующий субъект. И вы к нам не лезьте и не мешайте. Хорошо? И такое решение будет принято. Никто вам мешать не будет. Но за результат спросим. И в бюджет не ходите за деньгами. С каких это пор торговля? Одно из ваших основных направлений общественное питание были убыточными. Работа Белковского союза – это не только экономические показатели. Это вопрос политический. Беларусь – государство, где абсолютным приоритетом является благополучие простого человека-труженика. Особенно сельчанина. Поэтому мы всячески поддерживали и будем поддерживать село. Именно в обслуживании жителей, деревень и маленьких поселков заключается социальная роль потребительской кооперации. В том числе и по качеству вашей работы люди оценивают всю вертикаль власти. То есть вы – лицо этой власти. И эта народная оценка должна быть только положительной. А какая-то оценка сегодня. Председатели райисполкомов, похоже, забыли, что на них лежит ответственность за вверенную территорию. За все дела в районе, в том числе и за потребительскую кооперацию. Ее работу на селе не заменят никакие предприниматели. Не должно быть так, что в райцентре на одном пятаке нос в нос трутся друг от друга пять магазинов, создают конкуренцию друг к другу, а в деревню никто не едет. Или выбирают самые лакомые маршруты вокруг города, проехаться, снять сливки, как это вы говорите, к границам района, где 10-20 жителей, частник не особо рвется. В лучшем случае летом, когда там дачники съехались туда. Давайте договоримся так. Все решения об организации торговли принимаем, исходя из интересов населения. И за главной фигурой здесь будет председатель райисполкома. Хочет частник работать на тех же социальных условиях и в частной конкуренции, пусть берет под ответственность всю территорию, чтобы люди нигде и ни в чем не нуждались. В России потребительскую кооперацию сначала загубили, а теперь спохватились и ищут возможность возродить. Уже больше пяти лет пытаются возродить. И что же? Не может. Да и не хочет там частник решить все вопросы. Ему невыгодно. А страдает наш простой человек. Поэтому я каждый год поддерживаю Белкупсоюз и пытаюсь всячески расшевелить его. Но надо смотреть и на затраты. Вместе с местной властью просчитайте свои возможности. Составьте соответствующий бизнес-план. И вообще, настало время выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения. Люди, которые работают на земле, не должны ни в чем нуждаться. Жду от правительства конкретных предложений по регионам и населенным пунктам с численностью жителей до 200. Необходимо заинтересовать всех субъектов хозяйственного обслуживания сельского населения. Создать стимулирующие условия. И у такого гиганта, как Белкупсоюз, здесь будет особая роль. Поэтому поручаю правительству, лично премьер-министру, комитету госконтроля взять на особый контроль все, о чем мы сегодня здесь договоримся. А теперь давайте по пунктам. Первое. Торговля. Увы, продолжается устойчивая тенденция снижения удельного веса потребкой операции в розничном товарообороте торговых организаций страны. Так, если в 2010 году на вашу долю приходилось более 12% общего объема, то в 2020 около 4, в 2023 около 3. Не дотягивайте до 3. При наличии солидной инфраструктуры не дорабатывайте в некоторых райцентрах, крупных населенных пунктах сплошные убытки на селе. У потребительской кооперации есть своя ниша. Это магазины шаговой доступности. Их не заменит ни один гипермаркет. Понятно, конкуренция жесточайшая. Но в борьбе за покупателя вас никто не сдерживает. В прошлый раз мы договаривались оптимизировать сам процесс организации торговли. От закупки товара, входных цен, ассортимента, доставки в торговые объекты, до его выкладки, рекламы и тому подобное. Говорили о едином операторе закупок, развитии интернет-торговли. В результате ничего действованного вы так и не внедрили. Руки опустили. А с нашей стороны не было требовательности. Но и на таком неприглядном общем фоне есть организации, которые смогли достойно обеспечить спрос населения, нарастить объемы продаж. А их работа вызывает у людей только положительные отзывы. Стабильно, с чистой прибылью. Последние пять лет работают в Бресте и Гродно. Но я это говорю с большой опаской. Надо серьезнейшим образом посмотреть, что это там за прибыль в Бресте и Гродно. Я не подвергаю пока критике, но подвергаю сомнению. Надо точно знать, если они действительно сработали с прибылью. Кто мешает другим? При этом гродницы одним из первых завершили структурную перестройку. Работают как единое юридическое лицо. Активно внедряют автоматизацию и принципы сетевой торговли. Я не знаю, ваша реорганизация подходит всем, не всем. Я тут не выдаю рекомендации. Это ваше дело. Как вы будете структурироваться? И примеры рентабельной работы местных райпо есть во всех областях. Что же мешает тот же вопрос? Остальным трудиться так, чтобы люди не жаловались в исполкомы и не устраивали бурные дебаты в соцсетях. Да, в таких случаях меня подробнейшим образом информируют. Поэтому я практически каждый день получаю информацию с мест. В том числе и о вашей работе. Сегодня это очень просто. При всех недостатках резервы у вас огромные. И там, где объективно вам необходимо помочь, государство всегда подставляло и будет подставлять плечо. Но шевелиться надо и самим. Вот вам свежий пример. В конце прошлого года открыли в Минске первый национальный торговый дом. Знаете? Собрали производителей из всех регионов. Торговый центр сразу стал популярным и у минчан, и у гостей столицы. Ежедневно его посещают до 20 тысяч человек. Упаси Бог, председателю горосполкома Минского, загубить и идею, и этот торговый дом. Упаси вас Господь. Я видел ваши косяки, недостатки, когда открывали его. Дорабатывается эта жизнь. Но люди туда пошли. И ты должен понимать, Владимир Ильич, что иногда авансы. Они надеются на большее. Пускай приходят люди свободно. Проходите в Минск, торгуйте. Вы же все хотели. А вообще, как там представлен Белкопсоюз? Пойдите, посмотрите. Мехами. Развесить шубы и ждать самое простое. А где ваши объекты общественного питания? Вам там открыты двери? Если нет, вы скажете. Все начальники здесь, мы поправим. Почему нет кафе и продуктового магазина, где продаются ваши прекрасные, как вы часто демонстрируете, и мне в том числе, на каких-то мероприятиях, выпечка, соленые огурцы, квашеная капуста, драники, сало и прочие шкварки. Никто лучше вас не умеет это все приготовить. Продукция натуральная, качественная, по традиционным рецептам. Это в Минске люди, которые в основном уже забыли это, купят с удовольствием. И туристы. А вам дополнительная реклама. И это лишь один из примеров того, как можно восстановить полноценное присутствие кооперативной торговли в городах. Универсальных магазинов в стране достаточно. Сейчас востребованы торговые точки, работающие по определенной ассортиментной концепции, как у вас говорят. Например, кондитерские, мясные, мелкооптовые. Сейчас ведь можно не только развивать собственную фирменную торговлю, но и наладить взаимодействие с белорусскими производителями. Стать своего рода бизнес-хабом для всего белорусского. Ваши площадки, их продукция. Вы должны быть проводником отечественных товаров в регионы. Особенно в глубинку от этого выигрывайте. Но внимательно оцените перспективы. Если это оправдано, поставьте на маршрут автолавку с нормальным графиком работы. Сельчане должны получить качественную замену стационарному магазину. Пример. В Мостовском районе Гродненской области в Сази с увольнением продавца была приостановлена работа магазина. Временно. Организовали автолавку. Но когда в первой половине дня и обычный сельский учитель школы жалуется ему оставить детишек без присмотра, чтобы купить продукты или голодным сидеть, надо думать о людях. В конце концов, проанализируйте возможность оптимизации маршрутов с учетом выездного обслуживания сельского населения другими организациями. В село обслуживают сегодня много организаций. Не только Белкопсоюзовский транспорт, но и почта, бытуслуги, социальная защита, фельдшерские пункты. Это почему? Потому что председатели райисполкомов не работают. Они это должны объединить. Они должны выработать логистику. Едет Белкопсоюз, ну, можно завести туда и другие товары, и почту, и лекарства подбросить и так далее. Одновременно необходимо совершенствовать работу этих магазинов на колесах. Они должны быть современными и удобными для покупателей. И я вам больше скажу, эти магазины на колесах должны быть такими, чтобы с маршрута они не могли уехать. Они сразу засветятся. Вы говорите, нерентабельны эти автолавки и так далее. А вы посмотрите, куда они ездят и что они делают. У нас в связи с этим есть хорошие отечественные наработки, которые, я уверен, позволят достойно обновить автопарк. Учитывая социальное значение такого формата, поручаю правительству, губернаторам проработать вопросы финансового обеспечения приобретения современных оборудованных автомобилей для этих целей. Но, естественно, отремонтировать существующий автопарк. Вы не думайте, что сейчас вывалят вам кучу денег. Лишних денег нет. Даже если будет просто так, их никто вам не даст. Поэтому разумно подойдем к этому вопросу. Но в этом году проблем нужно решить. Особо хочу остановиться на вопросах организации торгового процесса соблюдения нормы правил. Наличие товара всесекшими сроками годности – это красная линия срок годности. Нет товара – плохо. Но просрочка вообще недопустима. Фактов таких предостаточно. Комитет госконтроля в 2023 году провел проверки и мониторинги в 270 торговых объектах. Нарушения установлены практически в каждом из них. Вы что, гнильем решили людей кормить? Ну, смотрите, мы на это отреагируем соответствующим образом. В результате к административной дисциплинарной ответственности привлечены 165 человек. Направлено 107 рекомендаций по улучшению работы. Вот я это сейчас говорю и думаю, что было ряд жалоб. Работать некому. Ты с нее или с кого-то продавца требуешь. Уволю, угрожаешь чего-то и прочее. Просто увольняйте губернатора. Запомните, с сегодняшнего дня вы наведете порядок так, что никто не сможет открыть рот и сказать, увольняйте, я ухожу. Повторять больше не буду. Вы знаете, о чем идет речь. Я вам говорил навести порядок в стране с кадрами. Чтобы не было этих шатающихся болтунов, тунеядцев, бездельников. Я думаю, вы меня услышали, начальники. Второе. Общественное питание. Сегодня во всех уголках нашей страны работает целая сеть свыше тысячи объектов общественного питания нашего Союза. То, что вы можете удивить своими, как я уже сказал, кулинарными шедеврами на выставках, ярмарках, различных мероприятиях, факт. Для меня это факт, что вы умеете это делать. Но я сразу думаю, почему не делаете? Необходимо обеспечить такой же уровень сервиса и в повседневной вашей работе. Население, особенно молодежь, сейчас активно посещает различные кафе. В сети быстрого питания интересуются, пробуют, выбирают, сравнивают. Чем можете их заинтересовать вы? У вас много чем можно заинтересовать? А как на деле обстоит? Конечно, любовь к привычным блюдам прошлых лет у людей будет всегда. Но молодое поколение более требовательное. Нужно перепрофилировать действующее. Открывать концептуально новые точки. Развивайте дальше свои собственные бренды. Я не буду их называть. Сделайте акцент на доставке, обеденных меню, обслуживании выездных мероприятий. Развивайте придорожный сервис. С ним как-то совсем вы затихли. Акцентирую. Работа отрасли общественного питания сегодня является резервом для увеличения розничного товарооборота. И в этом году Белковсоюз должен ее максимально активизировать. Разработайте единую маркетинговую концепцию, чтобы человек, увидевший вашу вывеску, точно знал, будет по-домашнему натурально и вкусно. Третье. Ваша заготовительная деятельность. Это традиционная функция потребкооперации. Работа по закупке излишних сельскохозяйственной продукции, выращенной в личных подсобных фермерских хозяйствах, идет круглый год. В сезон добавляются дары леса. Судя по статистике, вами с завидным постоянством обеспечивается ежегодный прирост заготовительного оборота. Вы прирастаете. Но надо признать, что темпы роста явно недостаточно. Они просто черепаши. Необходимо расширять сеть приемных пунктов, потому что инициативу перехватывают другие, в том числе и частники. Но там, где это выгодно, а вы теряете. Вы по-прежнему твердите, что заготовительная деятельность не бизнес-проект, а социальное направление. Частнику почему-то выгодно, кооператорам нет. Такого не бывает. Если прибыльно частнику, то вам вдвойне. Ведь это сырье для ваших же предприятий. Задачу выйти на 90% переработки собственной системы закупок к 2025 году никто с вас не снимал. 2025 год 90%. Четвертый вопрос. Кооперативная промышленность. Переработка это не только резерв наращивание объемов деятельности, но и наряду с общественным питанием дополнительный механизм компенсации низкоэффективной торговли на селе. У вас достаточно конкурентных преимуществ. Производство продуктов питания для потребкооперации имеет несколько стратегических посылов. Это натуральность, расширение ассортимента и рост производительности. Хлеб, кондитерские изделия, мясо, колбаса, традиционное соление, замороженные грибы, многое из того, что вы производите, всегда пользуется спросом. Расширяйте свой ассортимент. Вы знаете, вот я говорю это, а в голове недавнее замечание в социальных сетях по поводу, по-моему, Рогачева по хлебобулочным изделиям. Когда-то мы с председателем обл. сполкома Гродненского побывали в Свислочи. Известная эта батькова булка, которая разослась по всему миру, не только в Беларуси. И когда вчера я прочитал доклад губернатора, управляющего делами, и помог председателю комитета госконтроля, я вообще ужаснулся. В этих мессенджерах прочитал, думаю, ну почему? Ну показали в Свислочи, как надо делать. Почему в Рогачеве не могут делать? Слушайте, там же закуток маленький, так же, Владимир Степанович, в Свислочи? Маленькая эта пекарня. Захожу туда, присаживайтесь, первый раз. Ужас, жарко. Говорю губернатору, ты можешь по-человечески к людям отнестись и сделать там нормальную пекарню. Но я увидел там самый лучший хлеб, который я даже как президент, слушайте, по всему миру проехал, видел разные хлеба. Но я увидел самый лучший хлеб. И плетенку нашу, помните эту. А хлеб, ну может потому, что свежий. Ну, совершенно качественно, они меня там не ждали. Мы привели в порядок, Владимир Степанович, этот цешок. Это не цех даже. Это цешок. Я прошел по всему производству, так? И они ухватились. Председатель райисполкома. Ухватился, а, батькова булка, и фестиваль целый проводят. И на этом имеет не только эта хлебопекарня и прочее, но весь район и область даже имидж свой поправила. В Рогачеве читаю, пишу резолюцию. Но неужели нельзя сделать, как свислочи? Поехали умные, я их троих назвал. Не помню, председатель был в госконтроле или нет. Был, да. Подпись твоя стоит под этой справкой. И пишут мне, рядом молочный завод, который сегодня нуждается в складах, в складских помещениях. То есть нормальное там пока еще место, крыша протекает, но сложить там молочную продукцию месяц, два, то и три можно. Да я не против, складывайте. Но только цешок свислорский сделайте там. Сделайте, чтобы в этом огромном городе Рогачеве люди имели свой хлеб. Но неужели вы это для людей не можете сделать? Управляющий делами президент, ответственный за Гомельскую область, губернатор и председатель комитета госконтроля. Вы что, вообще, простите меня, очумели и от людей оторвались. Обслуживайте, обслуживайте как следует людей. Вам мой совет. Начните с дисциплины и порядка. Структурируйте свою организацию. Структурируйте. С себя начните. Если надо чем-то помочь, я обязательно помогу. Но только действуйте вместе с органами власти. Вице-премьер, Заяц там или кто-то будет контролировать. Мы будем помогать всячески. Сейчас премьер-министр к этому лично подключится. Так ему и передайте. За деревню вы головой отвечаете. Мы с вами все деревенские люди. Еще раз повторяю, оттуда пошла наша страна. Мы должны их поддержать. И мы вас будем поддерживать. Но мы вас заставим работать. Понимайте меня как хотите. Вы можете. Если бы не могли, я бы сегодня пришел и начал с главного. Как будем разваливать Белкопсоюз и на этом месте формировать новую торговлю. Но я еще надеюсь на вас. На прошлые встречи поднимали вопрос про важность импорта, замещения. Чтобы не приходилось Беларуси закупать за валюту консервированный горошек, кукурузу, детское питание, кетчупы и тому подобное. Два года назад я обращал ваше внимание на то, что наш рынок заполнен лишь наполовину белорусскими плодовощными консервами. Чуть больше, чем на 60% соками, маринованными овощами. Я предлагал Белкопсоюзу поднапрячься и занять эти ниши. Договаривайтесь, высаживайте сады, если их мало. Теплицы стройте, забирайте оттуда товар, производите готовую продукцию. От горошка до огурцов и томатов. Сегодня мы видим по данным статистики, доля отечественной продукции в розничной продаже за прошлый год подросла только по сокам и плодовощным консервам. Да и то меньше, чем на 10%. Но это же совсем мало. Недостаточно. Уясните, наконец, чем больше будет на нашем рынке белорусского натурального качества, тем лучше будет для всех. Да и свои производственные мощности загрузите. Пока, судя по представленным документам, они задействованы далеко не полностью. Значит, надо активнее рекламировать себя, свои возможности. Находить тех, кто готов размещать на ваших заводах свои заказы. Еще раз повторюсь. На выставках глаз радуется, а на магазины жалобы поступают. Так, дорогие мои, дело не пойдет. Пятое. Отдельно хочу остановиться на звероводческой отрасли. Вашими зверохозяйствами сегодня производится почти 90% в республиканских объемах клеточной пушнины. Перспективное направление, хотя и сложное, подверженное внешним рынком. И имейте в виду, в Европе не то сдуру, не то они уже далеко зашли, они начали это все уничтожать. Во время какой-то болезни пандемии миллионами забивали этих зверей, норок там и так далее. Рынок открывается. Ну, ухватитесь вы за это. Государство в непростой период оказало вам очень солидную поддержку. Дальше сами. Но чтобы развиваться, вы должны честно ответить себе на следующие вопросы. Каково качество нашего меха? И что мы делаем со шкурками? По вашим отчетам вижу, что большую часть их продаем просто как сырье. А шубы шить хорошие, из хороших шкурок, или как там называете вы их, вы умеете. Вы умеете. За 23-й год экспорт пушно-мехового сырья составил почти 520 с половиной тысячи штук. 98,8% такой уровня 22-го года. На 13 миллионов долларов дубленных и выделенных меховых шкур, 121 тысячу штук, 47%, на 2 миллиона долларов. Экспорт я. Дальше цифры просто удивительные. За 22-й год экспорт составил аж 23 меховые шубы. А за 23-й не одной. При этом в 22-м году из-за рубежа Беларусь завезла меховых изделий на 2,3 миллиона долларов. А в 23-м более чем на 2 миллиона. Как же так? Разве так трудно пошить шубы, шапки и что там еще нужно в холодную погоду? Может и трудно, но мы умеем это делать. Запомните, от вас требуется жесточайшая технологическая производственная дисциплина. Во всем. От сохранности поголовья до реализации готовых изделий, а также оплаты за них. Следующее. Внешнеэкономическая деятельность. Не дорабатывайте. Если за прошлый год в целом Беларусь заработала на внешних рынках почти 50 миллиардов долларов. Вся страна. То вклад организации потребкооперации в общереспубликанский объем экспорта. Ну я не буду называть. Арифметическая погрешность. Доработались. Сотые доли процентов. В 22-м году организации Белкомсоюза экспортировали товары в 22-м. Чуть больше, чем на 41 миллион долларов. Это на 13 процентов меньше, чем в 20-м. В 23-м, к сожалению, негативные тенденции усилились. За прошлый год экспорт товаров составил 33 миллиона долларов. 33 миллиона. Сократившись почти на 20 процентов по сравнению с 22-м годом. Не происходит товарной диверсификации. Основу, как и прежде, составляют два товара низкой степени переработки. Говядина 41,5 процента. Стоимостного объема экспорта. И пушно-меховое 40 процентов. В основном все поставки в Россию. Возьмите это на контроль. Зачем вы сырье продаете? Где эта добавленная стоимость? Вот здесь и прибыль. Да, Россия основной наш торговый партнер, но наращивание экономического сотрудничества с другими странами, Китаем, государствами дальней дуги, не менее важно. И нельзя яйца класть в одну корзину. Задача по росту объема экспорта, увеличению валютных поступлений стоит перед всеми. И вы не исключение. Седьмое. Кадре. Нужно обновление и приток молодежи. А чем ее заинтересовать? Чтобы удержать в своих рядах достойных специалистов, привлечь новых, требуется достойная оплата труда. И ее можно найти, если вы систематизируетесь. Если вы оставите на рабочих местах тех, кто сегодня нужен и кто работает. По моим расчетам, около 50% вы спокойно можете сократить. Отдайте эти деньги людям. Отдайте тем, кто хочет работать и заработать. Мы вот говорим, молодежь, приходит и прочее, надо условия, надо жилье. Да, это надо. Но не надо забывать, что молодой человек должен работать 2-3 смены. Как это было у вас. Чтобы заработать деньги. А у нас считают так. Пришел, тебе дали и все. И ты лег на диване, ноги закрутил, смотрю телевизор, читаю газеты. Молодежь, надо приучать к труду, ибо потеряем ее вообще. И дисциплина, о которой я сказал. Кадровая политика – это дисциплина. Несмотря на то, что по Белковсоюзу просроченной задолженности по выплате зарплаты нет, ее уровень остается одним из самых низких в стране. За прошлый год среднемесячная зарплата составляла чуть больше тысячи рублей, что ниже республиканского показателя почти в два раза. Руководители районного звена должны выйти из кабинета, поехать по своим магазинам и цехам, наконец, уяснить, почему по вашей организации минимальные заработные платы. На бумаге все просто, нет нагрузки. А что вы сделали, чтобы нагрузка была, чтобы был широкий ассортимент товаров? Это касается рядовых сотрудников. Руководителя любого урня проверять сразу в боевых условиях. Взяли на должность, нарезали задачи, не выполнил, значит, не справился. Я вам сказал о ситуации. Она очень непростая. Поэтому до трех считать никто не будет. Понимайте меня, как хотите, накануне электоральных, как у нас говорят, событий. Страну не должны потерять. Восьмое. Финансовое состояние. Этот пункт вызывает особую озабоченность. Убыточность работы, высокая долговая нагрузка привели к отсутствию собственных оборотных средств в организациях потребкооперации. Причем ситуация с каждым годом только усугубляется. И знаете, хочу предупредить, чтобы в вашей дальнейшей работе не было никакого очковтирательства. Иначе пеняйте сами на себя. Поясню на конкретном примере. По итогам прошлого года вы вывели себе чистую прибыль в размере 800 тысяч рублей. Аж 800 тысяч рублей. Неплохо может быть для Белковского Союза. Но только на первый взгляд. Если внимательно изучить документы, становится ясно. Все дело в том, что для такого приятного бухгалтерского баланса вы себе в плюс записали получение предприятием Белков Мех дотации из бюджета на приобретение пушных зверей и передачу ваших накопленных долгов агентству по управлению активами. Ну, помогали мы вам таким образом. Вы это посчитали, что это вы заработали эти деньги. А по факту за январь-ноябрь 2023 года получен чистый убыток в размере 6,6 миллиона рублей. Что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Вот ваша экономика. При этом задолженность по кредитам и займам за 2023 год увеличилась более чем на 3%. И составила до начала января 2024 года около 417 миллионов рублей. Просроченные долги перед банками выросли более чем в два раза и составили почти 43 миллиона. Кредиты нужно возвращать, поэтому критерий оценки вашей работы один – растущая прибыль. С нашей или без нашей помощи. А пока, если судить по истинным, а не нарисованным результатам, должных выводов из нашего прошлого разговора сделано не было. И никакого финансового запаса прочности у вас по-прежнему нет. И это только самые основные задачи, которые я обозначил. Поручаю руководству Белкопсоюза вместе с правительством, губернаторами, мэром Минска мобилизоваться в кратчайшие сроки и навести железный порядок в каждом направлении деятельности. Все проблемы лежат в плоскости эффективности управленческих процессов. Резервов достаточно от управления собственностью, рационального использования материально-технической базы до автоматизации глубокого анализа и внутриведомственного контроля. Нет и быть не может второстепенных вопросов, когда работаете с убытками. Говорю об этом и вспоминаю свое поручение. У нас есть крупные сети. Мобилизуйте их на село, чтобы они помогли Белкопсоюзу. Туда пусть идут, в глубинку. И не сами, а им помогут. Программа развития потребительской кооперации утверждена. Вы ее сами нарисовали. Значит, видите свои слабые места, знаете, над чем работать. Она, как мне докладывали, оцифрована, реально к исполнению. После нашего разговора доработайте. Все кадры просто должны мобилизоваться для достижения поставленных программой целей. И еще. Недавно подписан мной указ 42-й, направленный на развитие села и создание максимально комфортных условий для людей, которые там живут. Когда правительство разрабатывало проект указа, пытались учесть основную инфраструктуру торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Для индивидуальных предпринимателей и субъектов хозяйственных, занимающихся данными направлений, в том числе для организаций Белковсоюза, до конца 28-го года будут действовать специальные пониженные тарифы на электроэнергию и солидные налоговые льготы. Вплоть до освобождения от некоторых видов налогов. Если где-то что-то недосмотрели, информируйте. Правом определять перечни населенных пунктов, где будут предоставляться преференции, наделены областные советы депутатов. Как видите, это весомая государственная поддержка. Белковсоюз имеет мощный потенциал. И все ресурсы, материально-техническую базу людей и технологии вы все имеете. Сегодня вы избрали нового председателя правления, первоочередная задача которого – навести порядок с учетом выработанных на этой встрече решений вместе с губернаторами и правительством. Контроль за комитетом государственного контроля тем же правительством и губернаторами проконтролируйте и исполните. Убежден, что с этого дня к девизу «Новые работы кооператоров», кроме посыла о благе человека, должна добавиться простая фраза – «Качество превыше всего». Это то, за что наши добрые, простые сельчане всегда благодарят и торговлю, и здравоохранение, и образование. Извиняюсь, уважаемые друзья, за жесткий тон, но я вас предупредил сразу. Ситуация так складывается. Сделайте, пожалуйста, то, о чем сегодня договоримся на съезде. А то, что я сказал, считайте моим напутствием. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ